Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Новый вид за 12 миллионов рублей. В Ишеевке идет комплексное развитие парка. В Чертоклинском районе буренок содержат по мировым стандартам. Детям с селергией отдельное меню. В садике номер 6 отметили день дошкольного работника. Чемпионат Европы принес Димитровградской плавчихе 6 медалей. Новый вид за 12 миллионов рублей. В конце этой недели будет принята резолюция. В ней пропишут тезисы, озвученные на слушаниях, среди которых требования дополнительного финансирования медицинского теста региона в размере 1 миллиарда рублей и другие стратегически важные решения. Вчера в Чертоклах прошло выездное аппаратное совещание в списке обсуждаемых. Вопросы начала отопительного сезона, недели нацпроектов культуры и цифровая экономика, защита прав предпринимателей. Подробности у Егора Титова. Заседание началось с обсуждения погоды. Конец сентября выдался на редкость холодным. Столбик термометра ночью будет опускаться ниже 0 градусов на этой неделе. В дневное время на улице не сильно теплее. Принято решение о начале отопительного сезона. Поэтому я надеюсь, что сегодня будет подписано соответствующее распоряжение. И с сегодняшнего дня я просил Бальса Яковлевич принять все меры к тому, чтобы все теплоснабжающие организации получили от нас уведомления и в соответствии с графиком приступили к подаче тепла. Таким образом, отопительный сезон начался на два дня раньше, чем изначально планировалось. Однако это не помешало полностью подготовиться к подаче и приему тепла. Первый пробный запуск был произведен уже в прошлую пятницу. Результаты со стороны населения и отзывы мы получили очень положительные там, где тепло появилось. Поэтому сегодняшнее ваше решение начать ранее срока отопления по заявкам организации учреждений более чем своевременно. В первую очередь глава области поручил начать подавать тепло в больницы, школы, детские сады, учреждения социальной сферы и в дома ульяновцев. Губернатор предостерег от использования личного положения в цели скорейшего подключения отопления. Все властные помещения или помещения для власти будут подключаться к отопительным сезонам в последнюю очередь. Вы мне лично будете отвечать. Я достаточно часто, вы знаете, перемещаюсь по региону и по разным учреждениям. Не сторонник проводить совещания там и всякие встречи в кабинете. Если я увижу о том, что это будет нарушено, я, конечно, буду очень серьезно с вами разбираться. Кроме того, Сергей Морозов поручил проводить мониторинг подключения учреждений домов к теплу и соблюдение температурного режима в них. Особое внимание должно уделяться проведению отопительного сезона в муниципальных образованиях. Второй темой аппаратного совещания стало завершение недели национального проекта «Культура». Центральным ее событием стала встреча губернатора с главой Минкульта России Владимиром Мединским. На ней был принят ряд важных решений. В частности, речь идет о поддержке Ульяновской области в реализации проекта «Реновация областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова». Речь идет о 21-м годе и о том, что Министерство культуры Российской Федерации принимает эту заявку. Значимость этого события, наверное, мы все почувствуем, если узнаем о том, что всего по России таких объектов будет поддержано 15. Выразил поддержку министра культуры проекта создания земских театров в регионе. Первоначальных планируется создать в четырех районах области. Неделя нацпроекта «Культура» завершилась. Ее сменила неделя национального проекта «Цифровые технологии». Она станет завершением месячника «Цифровой экономики», прошедшего в области в сентябре. Ключевым событием будет масштабное обучение государственных и муниципальных службам компетенциям по цифровой экономике. Данный проект реализуется федеральным центром при участии Российской Академии народного хозяйства и государственной службы. Более 300 человек пройдут подобное обучение. На аппаратном совещании обсуждалось не только развитие цифровой экономики. Еще одной темой стало взаимодействие областной власти с мелким и средним бизнесом. При наличии некоторых проблем предпринимательство в регионе уверенно развивается. Одним из самых спорных утверждений является признание того, что бизнес уезжает из Ульяновской области. Однако цифры статистики утверждают обратное. 164 всего субъекта выехали у нас за пределы нашего региона. За аналогичный период 2018 года 169, то есть чуть меньше. Поэтому здесь какой-то патовости ситуации нет. То есть все достаточно ровно. Другой проблемный момент – долги муниципальных образований перед бизнесменами. Изменение ситуации здесь тоже внушает оптимизм. Если два года назад они составляли почти миллиард рублей, то сейчас достигли 37 миллионов рублей. Причем за 9 месяцев этого года долги сократились в два раза. А в трех муниципальных образованиях области их вообще нет. К ним относятся Николаевские, Ульяновские районы и город Ульяновск. Егор Тстов, Юрий Конехин, Новости Управда ТВ. Злаковые культуры и детские площадки для детей с ограниченными возможностями. Национальный проект «Жилье и городская среда» дал новую жизнь Центральному парку Вышеевки, где побывала Рината Алиулова. В 90-е годы Центральный парк Вышеевки славился на всю область зоопарком и его экзотическими обитателями. А вот сама инфраструктура зоны отдыха, как вспоминают коренные жители поселка, оставляла желать лучшего. Однако в прошлом году ситуация изменилась на 180 градусов. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда» парк «Вдохновение» стал менять облик. Появились велодорожки, новое ограждение. Полностью видоизменилась входная группа. Комплексное развитие парка продолжается и в этом году. В этом году сделали упор на то, чтобы сделать удобную площадку для семей и особенно для детей. Полностью переделываем детскую игровую зону. То есть у нас здесь будет несколько крупных игровых комплексов, несколько игровых площадок, песочницы, новые качели, лавочки, новые дорожки. Причем детская зона будет доступной и комфортной для всех. Весело и приятно проводить время смогут и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Второй этап благоустройства также включил в себя озеленение территории. По вдохновению установили клумбу со злаковыми культурами. До конца месяца парк обзаведется современным уличным освещением. «Все развалилось в 90-х годах. Все это вот разрушилось. Дорожки никто долго не восстанавливал. Все это было в ужасном, конечно, состоянии. Поэтому очень рады, что сейчас все это как бы преображается. И все-таки центр Ишеевки должен быть в красивом, приличном виде». В планах еще реконструировать сцену и организовать спортивные площадки. Всего на преображение парка уйдет 12 миллионов рублей. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ из Ульяновского района. В Ульяновской области уделяется большое внимание развитию животноводства. Ежегодно открывается как минимум одна крупная ферма. Накануне был открыт новый молочный животноводческий комплекс сельхозкооператива «Новая жизнь» в селе Поповка Черноклинского района. Подробности у нашего корреспондента. У Ульяновской области уделяется большое внимание развитию животноводства. Ежегодно открывается как минимум одна крупная ферма. Накануне был открыт новый молочный животноводческий комплекс сельхозкооператива «Новая жизнь» в селе Поповка Черноклинского района. Идея построить современную ферму возникла два года назад. И, наконец, она была реализована. В открытии принял участие губернатор Сергей Морозов. И внедрили именно в этот комплекс то, что есть на данный момент вообще в мире. Не то, что в России, а именно в мире. То есть это как бы все под одной крышей, и коровы, и содержание коров, и доильный зал. То есть все стоит это. То есть это плюсом то, что животным комфортно, люди все, как говорится, в тепле. Современный комплекс, рассчитанный на 520 голов крупного рогатого скота, оборудован к последнему слову техники. Здесь есть доильный зал, типа елочка. Предусмотрены даже чесалки, которые приносят массу удовольствия буренкам. Находится в комплексе родильное отделение. Ввод нового комплекса позволит увеличить валовый надой молока на 2400 тонн в год. Позволит ферма создать и новые рабочие места. С вводом нового комплекса, соответственно, будут созданы новые дополнительные рабочие места. Порядка 30 новых рабочих мест будет созданы. Ну и средняя западная плата составит порядка 35 тысяч рублей. Открытие фермы станет новым витком в развитии аграрного сектора в Чердоклинском районе, который является одним из передовых муниципалитетов по показаниям отрасли и животноводства. Кроме того, новое сельхозпредприятие позволит значительно улучшить жизнь на селе, сделать ее более комфортной и привлекательной. Егор Титов, Юрий Канехин, Новости Управду ТВ. Всероссийская акция «Воскресение души», посвященная 120-летию романа Льва Николаевича Толстого «Воскресение», прошла во многих регионах страны. Инициатор мероприятия – Федеральная служба исполнения наказаний. Управление Пульяновской области акцию поддержало. Организаторы провели встречи с осужденными, сотрудниками колонии и студентами. Изначально акция проходила в регионах, через которые следовала героиня романа Екатерина Маслова, приговоренная к ссылке в Сибирь на каторжные работы. Это Москва, Тула, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Пермь. Позже к акции присоединились и другие города. В муниципальных образованиях области открываются социально-реабилитационные центры. Дети с ограниченными возможностями физического здоровья будут заниматься лечебной физкультурой, отдыхать в сенсорной комнате, учиться готовить пищу и социализироваться в обществе, заниматься творчеством и познавать мир. По поручению губернатора Сергея Морозова, реабилитация должна быть доступна для каждого ребенка-инвалида, вне зависимости от места его проживания. Поэтому в муниципальных образованиях области открываются социально-реабилитационные центры. Один из них под названием Добродар появился в районном поселке Чердаклы. Отделение Демитровградского центра доверия открыто в здании средней школы номер один. В Чердаклинском районе проживает 187 ребят, которые имеют статус детей-инвалидов. Они все пройдут в этом центре в течение года. По положению каждый ребенок должен пройти первоначальный реабилитационный процесс в течение четырех месяцев, потом другой, потом они возвращаются, вот так цикличная реабилитация будет проходить. Кроме того, в районе живут 306 молодых инвалидов, которые также смогут воспользоваться услугами центра. Помещения будут предоставляться для учащихся школы, испытывающих проблемы со здоровьем. Дети с ограниченными возможностями физического здоровья будут заниматься лечебной физкультурой, отдыхать в сенсорной комнате, учиться готовить пищу и социализироваться в обществе, заниматься творчеством, познавать мир. Новый центр осмотрел губернатор Сергей Морозов и пообщался с его воспитанниками. Можно играть как раз из двух произносить? Семиклассник Рената и его мама Оксана в числе первых, кто будут заниматься в центре. Работа в учреждении ведется не только с детьми инвалидами, но и с их родителями. Говорят, что открытия Доброда рождались с нетерпением. Устали постоянно ездить в Ульяновск на реабилитацию. Это вот езда туда-сюда, считай, мы его там не оставляли, сначала все время отвозили, в обед забирали. Это дорога все, и в неме, а здесь все, от боков, все знакомые. В настоящее время открыто 26 отделений для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В штат подобных отделений входят логопеды, психологи, специалисты по лечебной физкультуре, проживающие на территории муниципального образования. На создание и оснащение таких центров предусмотрено в этом году 36 миллионов рублей. Егор Стоф, Юрий Конехин, Новости Управды ТВ. В детском саду номер 6 решили заранее отметить день дошкольного работника. Не дожидаясь 27 сентября, праздник провели вчера. Чем порадовали ребята, своих воспитателей, как отзываются родители об учреждении, расскажет Виктория Черкова. Ко дню дошкольного работника в детском саду номер 6 подготовились основательно. Накануне праздника прошел большой утренник. Дети выступили со стихами и танцами, руководители наградили молодых специалистов знаками отличия. После красочного мероприятия заведующая Татьяна Нафеева рассказала, чем отличается этот садик от других дошкольных учреждений. Детский сад наш посещают дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также дети, которые страдают аллергопатологией. Для них сделано определенное каждому индивидуальное меню. Родители воспитанников поделились мнениями о садике. Наиляя и Эльдара Лимова доверили местным воспитателям двоих детей. Больше всего мне нравится то, что к моему ребенку, к каждому, у меня их двое, индивидуальный подход. Допустим, у моего ребенка пищевая аллергия, и то есть питание строится именно на его особенностях. Конечно, очень сильно нравится атмосфера садика. Потому что действительно, отношения между детьми, даже то, как они между друг другом общаются, видно, что это работа воспитателя. То, что они их обучают, как правильно выражать свои чувства. В садике работает психолог, и они замечательно на занятии с психологом именно прорабатывают те вопросы, как правильно выражать свои эмоции. Это видно по детям. За это, конечно, огромное спасибо. В этом году коллектив стал больше. В садик устроились две молодые воспитательницы. Одна из них – Татьяна Гришина, выпускница педагогического университета. По словам Татьяны, начинающих специалистов поддерживают не только словом, но и рублем. При поступлении на работу нам от правительства Ульяновской области поступили денежные средства в размере 10 тысяч рублей. И также ежемесячно к нашей зарплате по тысяче рублей. Напомним, что майские указы президента исполняются. Дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах Ульяновска. Чтобы записаться в садик, необходимо обратиться в МФЦ. Сделать это необходимо в первые месяцы после рождения ребенка. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. В Италии завершился чемпионат Европы по плаванию среди лиц с синдромом Дауна. В состав сборной России вошла и Димитровградская прославленная плавчиха Наталья Николаева. По итогам всех заплывов наша Наташа завоевала в личном зачете одну золотую и пять серебряных медалей. Также Димитровградская спортсменка в составе сборной России приняла участие в эстафете 4 на 100 метров. В этой дисциплине российская команда заняла почетное второе место, уступив совсем немного времени команде из Италии. Наши димитровградские коллеги встретились с чемпионкой. На перрон ранним утром прибывает поезд Москва-Димитровград. Едва ступившую на родную землю спортсменку уже ожидает букет цветов и слова благодарности от председателя Димитровградского спорткомитета. Чемпиона всегда встречается очень приятно и почетно. Но я бы хотел отметить тот огромный труд, который Наташа вкладывает в свои успехи, в свои достижения. Конечно, это большая победа ее семьи. Я должен сказать здесь о региональной власти, о нашем муниципалитете. Потому что то участие, которое принимаем мы все вместе вот в этих победах, оно просто неоценимо. Поздравление в этот день Наташа получила от губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Не секрет, что региональная власть тесно взаимодействует с семьей Николаевых. В августе месяц возник вопрос о ее тренировках, так как у нас бассейн Димитровград закрывался. Благодаря Сергею Ивановичу Морозову в Ульяновске была предоставлена тренировочная база. И на этой тренировочной базе Наташа продолжала заниматься весь август. И благодаря этому мы сегодняшний день видим этот результат. Результат нашей спортсменки дался нелегко. Ведь в основном Наташа соревновалась со спортсменами в старшей возрастной категории. Семья Николаевых из первых уст рассказывает о своих впечатлениях и эмоциях. Скажи, пожалуйста, какая дельфинция была самая сложная? Только две. Мне была ориентирована на спине. Ну и дельфина не очень получилась. Все болели. Я пыталась победить. На зрительских трибунах за Наташу болели и переживали родители. Очень волновались, когда она встала на пьедестал. Просто было счастье какое-то. Впереди у Наташи чемпионат и первенство России, который пройдет в начале ноября в Саранске. Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие сутки в регионе ожидается прохладная погода. Завтра температура удержится на уровне 8 градусов по Цельсию. После обеда возможен небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Магнитное поле неустойчивое, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok